Кто проснулся среди ночи, чтобы пирог, блин, тут сваять. На самом деле, я тут проснулась, думаю, сейчас поперевожу, поклиню или еще что-то сделаю, может, монтаж. Залезла в холодильник, чтобы перекусить, смотрю, у меня вот это тесто. Меня ж моя родня-то не предупредила. Ну да, я понимаю, что она не обязана, а я так бы первый раз готовлю. В общем, оно у меня вздулося. А я-то думала, ну, тащу оттуда один слой из второго, потом что-нибудь сваяю. И оно вздулося, значит, ну, и я решила, что, наверное, надо уже из него что-то сваять. Впервые в жизни ваяю пироги. Так, я зашла за чем-то таким интересным. У меня даже нет этой фигни, которая мажет масло, ведь, как ее там называть? Тише, не хулигай. Думаю, я снова надо с телефоном это делать. Эту запись. Я что решила заваять-то? Я вообще в первый раз в жизни думаю, это же... Сколько у людей будет попа боли, воплей, негатива и, возможно, чуть-чуть позитива. Чисто уже от того, что Лёля в первый раз что-то делает сама. Вот такое подобное. Без всей этой помощи. Так вот, меня тут таки видно. И, правда, не уверена будет ли видно, как я это раскатываю. Я тут слегка беременный. Ибо бывает у меня такое раз в месяц, что иногда бываю слегка беременный. Но все остальные, кого это коробит, можете, конечно, поводить. Привет, зритель. Тут у меня кот буйствует слегка. Надо, наверное, одеть этот самый. Файточек. Файточек. У меня есть шмот. Вообще я отрезала этой самой вот фиговины. Мне она уже не понадобится. Но тут, оказалось, понадобилась. Потому что, как я уже сказала, у меня нет вот этой фигни, которая кисточка... Нет у меня перышек, которыми бабушка смазывала пирожки. Нет у меня этой кисточки, которыми не бабушки смазывают пирожки. Я же не думала, что мне приспичат вот эту штуку, да еще и это вообще. Да-да, я не думала. Радуйтесь, хейтеры. Эти самые насики. Сто пудово должна посмотреть. Так, в общем. Вообще на инструкции написано, что смазать пирожок. Тут у меня есть первый пирожок. Смазать пирожок яйцом. Разведенным с водой один к одному. Ютуб не оповестил о новых, ужесточении новых правил Ютуба. В принципе, я с ним согласна. Так. Ютуб. Без никто. Я же могу приблизить, что я тут плохомойсь-то. Вот он, пирожок. Может, тупой-то как бы не нужна, может, этот. Вы, правда, не увидите эту печку. Но она, как бы, тот ролик-то, я думаю, уже выйдет на тот момент на канал. Она уже как бы в камне была. Она все еще на том месте. Я могу, в принципе, взять этот противешок. Позвольте сюда этот. Тут у меня, кстати, не чай. Ну, в термосе оставилось. Яблоки с черной смородиной. Я сначала думала на доске это все распилить. Но доска маленькая, а стол побольше. Ну, это мне, наверное, как-то этот платочек взять. Не платочек, а полотенечко. Ох уж кто-то припомнит мне эти самые роллы. Так вот, роллы, наверное, в сравнении с этим, это вообще цветочки. Да, наверное, надо было со стола убрать, чтобы не травмировать нежную психику насекомых и же с ними. Ну, остальных, в смысле, типа хейтеров. У меня есть некоторые такие люди, которые сначала мне срали в каменты, какая суперплохая, злобная и тому подобное. Потом срали, писали уже что-то хорошее. А потом начали мне эти диагнозы ставить. Ну, как бы, видимо, все-таки хейтеры до конца не могут быть добрыми. Инструкция для тех, кто еля. Сейчас мы отчипнем это тесто. Нет, в детстве-то я, конечно, помогала бабушке и маме и пирожки ваять. Но, как бы, это было в детстве. Слоеное тесто. Слоеное тесто. Сюда положим. Куда-то это надо сдвинуть. У меня так плет эта белая плита. Как только на ней появляется пятнышко, я сразу стараюсь его при следующем мытье посуды или даже так убрать. Тут у меня вчера варился суп и, видимо, накипело. Написано, распитайте для нужной вам длины, так, ширины точнее, ну, это и высоты, или как оно. Так как я не в курсе, какая нужная должна быть ширина. Я еще потом, когда стала вот это раскатывать, поняла, что я уже собираюсь идти делать лапшу, самопальную, две скорлупки молока, две скорлупки, два желтка, две скорлупки молока. Думаю, там же тоже надо это все раскатывать. Меня даже, это, не зря я в той квартире захватила, но мне казалось, что у меня две таких штуки. Ну, в смысле, две скалки. Одна просто скалка, другая вот такая скалка. Но что-то я еще не нашла пока. Там был треугольник, потому что оно как-то вот так раскаталось, в виде плюшевой жопы. В другом видео, которое уже будет на канале завтра, сегодня вообще, потому что завтра уже наступил, завтра уже стало сегодня, и увидите, как я тру там этот кабачок. По-моему, я его все-таки терла на камеру. Он дал мне сок. Киша, хочешь кабачкового сока? Я вообще сегодня, когда, вчера уже, ваяла одну штуку в печке, у меня получилось так, что я помешала, и на лужке осталось немножко сырого кабачка с чесночным соусом. Так вот, вполне себе, даже сырой кабачок съедобен. От этой восходности. Все, у меня, по-моему, там время ограничено 30 минут, а не 38, что ли? Потому что на флешке и всего остального дофига. В крайнем случае, часть-то я запишу, потом почищу флешку. И еще подзапишу. У нас там дождь идет. Это слегка открытый пирожок получился. Так, надо нам его промасать. В смысле, прояичить. Там написано, что надо оставить эти пирожки на час-полтора под пленочкой пищевой, что ли, или типа того. Чтобы оно постояло, но не заветрилось. В общем, пока оно тут будет стоять, я как раз монтирну ролик. В крайнем случае, завтра днем. Посмотрю, как вчера. Как сказала одна моя зрительница и подписчица во флудилке для избранных. Что может быть важнее сна. Пирожок. Будь человеком. Води в мое положение. Я первый раз тебе делаю. А ведь я даже переоделась из ночнушки в платье домашний. Мне еще что-то сказала, сделай из одного слоя. Ну, типа двухслойное тесто, да? Ибо как бы обрешиваешься. И будешь совсем беременной. Я же не знала, что надо... Ну, мне никто не сказал. Я думала, там тесто как-нибудь такой какой-нибудь фигней проложено. И внутри, там, в двух пакетиках разные теста. А я лежала, но у меня на верхней полке холодильника. И вот, внезапно. Видать, там урак таяла. Хотя написано, что при комнатной температуре надо его растаять. Я хотела купить сосиску, парочку, чтобы сделать это с сосиски. Но не купила я вчера сосиску. Думаю, ну, куплю сегодня. А и в итоге... Вот у меня без сосиски. Но еще я и с яблочками хотела. У меня яблочное варенье есть, самопарное. Кстати, прикольно это... Крутить-то его так... Раскатывать. Я тут не помню, надо переворачивать там. Жопа наперед. Ну, переворачиваю. На всякий случай, хрен знает о том, что это тесто. Да-да, я понимаю, что надо было посмотреть ролики, как это делают. Но опять же, кто узнал, Все это тесто, что это тесто, надо сразу в морозилку сумать. А не на верхнюю полку холодильника. На шрифтах люди учатся. А не люди, это насекомые. Так, смотри, это... Раскаталась. Да я боялась, что мне много будет этого... Кабачка. Я же суп его делала в основе и сюда. И даже потушила немножко. С грибочками. Я еще не пробовала. В готовом виде. Там-то у меня первый танк двойной был. Вот сейчас этот я так же попробую сделать. Вообще, блогеры, которые сами себя снимают на камеру, Без никто там, без всяких помощников, да? Да я вообще блогеры. Те, которые, короче, говорят с камерой, Это, наверное, какие-то феерические рыбы. На взгляд тех, кто не говорит с камерой. Я говорю с камерой. Так говорит одна моя знакомая, Из плохих продуктов. Из хороших продуктов, точнее, плохого не выйдет. Вон и есть там. Я как раз посуду помою, пока оно настаивается. В принципе, пока оно... Вам-то главный процесс, пока я тут это его слетряю. Как раз 30 минут на флешке хватит. А пока оно настаивается, я посуду помою. Так что придумаю. Смотреть за полтора часа до того, как оно настаивается. Это даже еще, не знаю, хуже, чем, наверное. Еще более безысходно, чем смотреть СМР, Когда больше нечего смотреть, А ты даже не любишь СМР. Ну, я такого не делаю, но я так. Потому что я вообще не воспринимаю СМР. И мне всегда есть, что смотреть. Ну, или, по крайней мере, есть, что делать. Для них, в случае, что, если мне нечего делать, Скорее всего, это связано с тем, что я или устала, или типа того. Ну, что, в принципе, человеку, родуну, всегда есть чем гоняться. Тише, ходи осторожно. Тут же горшочек. Ну, не только горшочек, там еще всякое. Всякое-всякое. У меня снова есть адиска. Я думаю, ее пожарить завтра на свином сале. Вообще, наверное, можно решеточку обернуть вот этой фигней. Ну, в смысле, мне тетя сказала, вообще обернуть решеточку тоже этой фигней. И это, на ней, наверное, тоже можно вспекать. Вчера, когда проснулась, с телефона почитала, что, если что-то испекать, то надо с двойным подогревом. Гершочек у меня вчера в итоге варялся второй, третий, какой-нибудь там уже по счету. На нижнем подогреве. Просто эксперимента ради. Потому что на взаимном подогреве он у меня стал убегать. Благо, я все-таки тетю не послушала и перед уходом в магазин увидела, ну, как бы, или он передо мной, до моего ухода в магазин он начал убегать, и я убавила. Так, ушла бы чуть пораньше, и был бы у меня тут поток. Ну, потоку бы, конечно, не было. Но все же. Я не могу говорить, скажите мне, что я делаю не так. Я потом просто посмотрю и почитаю, как это делается людьми. Вообще, у меня где-то есть эта кулинарная книга. Чуть у меня, наверное, хоть скажет, что у тебя же есть такая замечательная кулинарная книга. Че, тише, че ты воешь, я тут-то. Мяу. Вообще, ты там спать собирался, пока хозяина нет на его кровати. Да. Мяу. Мяу, и еда у тебя есть. Я даже вчера кашки перепала, веношочка. И еще какой-то вкусной штуки. Интересно, кабачковым лосьоном, точнее, протирают ли физиономию соком кабачка? Мне надо будет в интернете глянуть, есть ли какой-нибудь лосьон с соком кабачка? А вот тут на четыре пирожка как раз и стало. Остальное вот с яблетами. И вот еще каким-то временем. Конвертик. Какой-то пирог постоит чуть дольше, чем полтора часа, потому что он был первым сюда, у валившимся. И главное, написано, что их выпекать 13-17 минут. Но какие-то там рецептовые, один безвременненький, посмотрите, когда он будет готов. Видимо, для тех, кто уже знает, как готовить. И другой 35 минут, ну там какой-то большой такой, с мясом, с грибами, со всякой такой дебухой. Перышками-то, наверное, было бы удобнее. Но перышков у меня немало. Вот эти. Сейчас покроем какой-нибудь пленкой. Правда, не поняла, на кой хрен ему стоять, после того, как тесто уже постояло. Ну, в смысле, возбудоражилось. Молтинца мог не стало. Надо ее посушить. А, наверное, окно надо закрыть. В теплом месте уже надо стоять. В теплом месте. Я-то уже веду себя как, вообще, будто меня никто не снимает. Ну, в смысле, никакая камера. Чай мне вас покрыть, пленкой. Пеленка, пеленка. Я позволила себе слово. Тише свари. Видишь, я тут дело делаю. Это фига важная. И лучше пожри, правильно. Тут одно человек сказало, что надо корму коту давать. Проб корму. Я подумала, что вот эти проф... Профессиональная косметика для волок, для мордореца, еще что-то это такой-то лохотронизм, скажем так. Будем говорить мягким языком. Потому что, как бы, химия и там, и там, и там. И даже, допустим, профессиональная косметика для волос. Что конкретно профессиональные косметики относят, никто никогда не говорит. Некоторые говорят, Макс Фактор, допустим, да, мордореца. А некоторые говорят, нет, это... Фуфло. Короче, чисто маркетинг, чтобы развести лохов на бабло. Уверовать их в то, что они сами нихрена не могут себе промыть там или прокрасить, или типа того. Профессиональный корм. Я думаю, до того, как стал существовать профессиональный корм. Как же бедные кошки, как же бедные животные жили у людей и тех же крестьян. Кушали. Наверное, не жили. Наверное, не кушали. Не было же профессионального корма. Ну и потом, смотрю, зашла к своим любимым животным домашним. А животные домашние как раз слово практически обсуждают. То, что у меня человек написал. Комментар. Я еще тнулась, я иногда затыркиваюсь на канал с человеком, который меня комментит. Хорошо, плохо, или средний, или непонятно. Что-то упало. Тише, не надо тут ничего, шарахать, а то там что-то упало. Тише, уберись. Тут нету мяса. Хоть оно и кажется, будто бы вкусно. Худди, вообще наглость какая, а. Крышечку тут не снимать будет. Короче, мои эти, те, которые меня комментят, захожу я иногда к ним на каналы, на ваши каналы, да вот, кто меня комментит. Если человек для меня новый, и что-то такое скупнула. Ну и что мне вообще могу скупнуть? Опять что ли? Я что-то неровно поставила. И смотрю, что там у человека. Человек иногда подписан на того, кто меня протащил. Иногда человек подписан на меня и того, кто меня протащил. Иногда человек что-то меня лайкнул, там сто лет назад, какое-нибудь видео с МР. Иногда человек лайкает, что-то такое феерическое. Вот человек, если лайкнул мое видео, но при этом ведет себя как домашнее животное с определенного форма. Мне всегда так интересно, это, ну, как, ему существу нравится то, что я делаю, но при этом мне нравится я сама. Как-то так. Ну, в общем, мы с вами тут это увидели, как я трешки сваяла. Вы увидели, как я три сваяла, я увидела, как я четыре сваяла. Вырублю все, пока и пойду, пока это монтировать, пока тут оно настаивается. Про посуду я, конечно, забыла, ибо меня слегка упало в клин. Ну, сейчас я буду греть эту печку. Вообще не помню, сколько по времени не прошло, но, наверное, уже прилично, потому что я уже есть хочу. Так. Сколько там? По-моему, 180, 180 должно было быть прогреть печку. где-то так, 5 или типа того минут хватит на прогреть ее. Забыла камеру-то включить. Короче, в общем, она мне пикнула. Я тут уже бутерброд захомячила сыром. Я поставила на не низ, в общем, там три, короче, отделения для этого. Для противника, я так понимаю. Видимо, или это середина, или на середину, ставить это на третий верх надо ставить. Короче, на второй от низа дырк я поставила свой противешок на 20 минут на сколько тут градусов-то? 180 градусов. Так что вот. Будем надеяться, что оно не будет комом. Запишу потом уже, когда оно испечется. Так что пока не прощаюсь. У меня, кстати, там даже еще не начался монтаж, потому что мы во-первых, ну, охренеть, как долго оптимизирует ролик. Просто жуть. Через 7 минут я сменила на этот, на только верхний подогрев. Оно, оказывается, подпекается как-то там. В общем, потом я, наверное, все же, ну, как бы, тестовый блин комом, точнее, тестовый пирог от Лёли. Так и назову, наверное, тестовый пирог от Лёли. У меня тут чайник как раз согрелся. Сейчас буду воспевать чай. Потом, думаю, может еще поставить на этот. Ну, просто мне интересно, как оно будет. На верхнем подогреве надо было все-таки. Оказывается, там 4 дырки. Можно совсем повыше поставить или совсем пониже. Или как сейчас, или посередине. Я что-то не дошурупила. Наверное, надо было посередине совсем ставить и на двухстороннее. Сейчас у меня пока только верхнее. Чуть попозже верну, наверное, на двухстороннее. Для народа оно и правда зажаривается. Я сейчас штатив поднесу. Теперь, я думаю, можно, наверное, сменить на двойное. Так, сейчас я его поставлю и прямо на камеру рукой сменю. Вот, нам тут осталось, кстати, минут 7, наверное. В общем, оно у нас где-то поджаривалось. Ну, хрен его знает. Минут 7, наверное, поджаривалось сверху. И минут 7 сейчас будет поджариваться снова с двух сторон. Думаю, можно включить снова камеру и подождать, пока оно пикнет. Потому что, по-моему, оно скоро уже должно пикнуть. Штатив наклоняю. Вообще, по идее, я его могу приподнять. И вот так вот сделать. у меня тут есть волшебный кремик. Я, правда, про него периодически забываю, что он у меня на кухне специально лежит. Спасибо, Витя. Я вдруг поняла, почему у меня лапы обветренные и сухие. Ключевое слово обветренные. Я тут как-то на велике ездила, потом, ну, как-то просто гуляла, когда уже как бы холодно было и можно было бы какие-нибудь перчаточки. Вот она бзикнула. Но перчаточек у меня, может, и есть. Знаю, что есть митинги, но ХЗ надо искать их, короче, где они решат. Ну, и, конечно, надо бы чем-то увлажнить эти лапки перед тем, как пойти на ветреную холодную улицу. Ну, вот, как-то упустило момент. И теперь в принципе, это все решаемое, но как-то вот опять же упустило момент. Надо было такую проблему все же решить. Потому что некоторые крема, ну, вообще бесполезны в таких случаях. Сейчас я как-то это отодвину, приоткрою. Я тут мармелад захомячила. Тесто вообще у меня как бы, ну, естественно, покупное. Подарили мне первое тесто моё. вот это вот слоёное. Я подумала, что потом, когда уже буду на уровне профессионала, ну, на своём уровне профессионала, потому что кто-нибудь будет вягать, что я вообще нифига ничего не умею готовить. Вот носики верут, что я готовить не умею. Ну, то бишь, я тогда бы и не ела и не жила бы и до сих пор. Уже бы не жила на этот момент, да? Короче, потом хочу сама попробовать это слоёное тесто освоять. Там, конечно, ну, есть какие-нибудь Е или лимонные кислоты или ещё что-то такое. Ну, как бы не совсем 100% натуральный состав, либо можно найти может другое какое-то тесто, куда буду покупать уже, если приспичит снова что-то приготовить. Короче, я с тобой себя уверяю, что на мармеладе, который я купила в магазине мармелад, что открыла саму кличей, который делала в софтвере, там вообще состава не написано. И в некоторых местах я вот делала сама самопальный мармелад после того, как бабуся у меня померла. Уже, можно сказать, два года назад. И, да, уже два года назад бабусь померла. Точнее, два года назад померла бабуся. И делала мармелад, и я как бы помню точно так вот на желатине, как он выглядит примерно на некоторые вещи. И понимаю, что некоторые мармелад там все эти, допустим, в скурке вишни добавлено, вот чисто, чтобы показать натуральность мармелада. То бишь, никто не знает, из чего он конкретно сделан. может быть, там тоже есть какое-нибудь отслеживание. Вот я саму себя как бы убедила. все равно кто-нибудь будет говорить, что типа оно все безвредно. Но это насчет того, что как бы я пытаюсь есть что-то приближенное к натуральному. Ну, сейчас поняла, что чтобы было все натуральное, тот же сын, который я ела с булочкой, неизвестно из чего сделанной. Скажем так. надо все это делать самим. Самим и быть в каком-нибудь деревянном, деревенском, не обязательно деревянном, короче, в частном доме с коровой, с животными, с людьми, которые будут ухаживать за этими животными. Потому что одно это гиперслужа. Ну, по крайней мере, мне было. И вот тогда все действительно будет натуральное. Или как кто-то где-то когда-то сказал периодически кто-то подобное говорит, что типа все в жизни химия. в общем, сейчас попробуем это достать. Или по крайней мере открыть. Вообще, она у меня держалась сначала вот так вот. А теперь перестала держаться. После того, как некоторые вы посмотрели. Ну, конечно, может это не с этим связано, но все же. Мне где-то тут есть эта палка вручалка. умение доставать ногами с пола некоторые вещи. Хорошее умение. Но я, правда, сейчас не ногами с пола доставлю, но так вот прилично потянулась до шкафа, чтобы достать вот эту вот штучку. Штучка-дрючка. Слушайте, оно и правда достается и удобно. Надо сейчас, правда, вторую руку найдить. Если что, придержать его. Почему-то я вот заметила все эти прихватки, они только на правую руку. Легши в понятии тех, кто шьет эти прихватки не готовят что-то или не люди. У меня тут соку налилось. Смотрите, люди. Видно, наверное, не знаю. Не видно. Короче, тут вот такой желтенький это сок от этих самых, наверное, от кабачков. сейчас я камеру подниму. Это пока прикрою и покажу этот сок. Вот, кстати, у меня сейчас есть этот благородный тремор или все же нет? Мне просто интересно. Он у меня как бы считается после ДТП. мне еще иногда кажется, что он от того, что неправильная реальность меня иной раз окружала ранее, допустим. Все, вот они тут. Эти мои. Конечно, можно это палка-то вот так вот сделать. Эти звуки у меня ноги у моего тройника расходятся. Ну, в смысле, увеличиваются, удлиняются. Так вот, вон там вот вот это вот эта жидкость, по-моему, она как раз вот этот сок кабачков оттек. Ну, будем надеяться, что нормально вышло. Я потом, может, засниму уже, когда это есть и поводу. Или просто зафоткаю в Инстаграм скинул. Так что, всем спасибо, кто был со мной во время этого ролика. Всем до новых встреч.